Боец с чеченцами, коронованный гулаговцем Бузулотским, топ-16 фактов о воре в законе роспись беспринципной, решительной и амбициозной, таким был один из самых известных русских воров в законе Андрей Исаев, роспись, расписной. Свой авторитет он получил заслуженно, Исаев всегда отвечал за слова, подтверждая их делом. Непримиримый боец с кавказским криминалитетом, он отдал свою жизнь на очистку родины от лаврушников, свою войну он проиграл в возрасте 36 лет. Факт номер один Андрей Викторович Исаев родился в Москве в 1961 году. Жил с семьей в неблагополучном районе. Раны стал воровать. С детских лет входил в местную шайку Шпаны, которая занималась кражами и хулиганством. Впервые попал в тюрьму за воровство. Первый срок, два года колонии. После отсидки занялся более важными делами, грабежами и разбойами. Бандиты избивали и грабили не только случайных прохожих, но также залезали в дома и магазины. За один из таких разбоев Исаев снова попал за решетку. Помимо прочего роспись занимался ракетом, крышевал многих коммерсантов, возил греф во многие тюрьмы из страны. Говорят, он отправлял на зоны целые фуры с провиантом для зэков. Факт номер два Погонял роспись Исаеву дали за обильные татуировки на теле. Перед коронацией расписной проходил испытательный срок в качестве смотрящего за тюрьмой. К слову, со своими обязанностями он справился великолепно. Факт номер три Исаев водился с такими именитыми ворами в законе, как Девирезанный, Сворав, Япончик, Гога Ереванский. Именно они выступили с предложением дать Исаеву титул законника. В 1992 году состоялась церемония коронации. Вместе с Исаевым титул получил еще один влиятельный авторитет из числа славянских, Алексей Суворов, Петрик. Факт номер четыре Воровские постулаты Андрей Исаев познал от самого Василия Бузулутского, легендарного преступника, выходца из ГУЛАГа. Матерый уголовник обучил Исаева законам жанра, известных еще со сталинских времен. Факт номер пять Расписного уважали за то, что тот был человеком слова и дела. Он придерживался воровских принципов жизни. Не любил беспредельников и всячески пытался поддерживать мир и спокойствие в криминальных кругах. У Исаева не было цели захапать все деньги мира. Напротив, он охотно делился со своими братьями своими средствами. Ради воровской идеи мог пожертвовать очень многим. Если нужно было освободить друга из СИЗа, то он не задумываясь подкупал следователя и охрану. И не важно, сколько такие услуги могли стоить. Факт номер шесть Распись до глубины души ненавидел кавказцев. За глаза его даже называли националистом. Но в лицо этот термин по отношению к нему никто так и не отважился повторить. При каждом удобном случае Исаев ликвидировал бандосов из числа кавказцев. Об этом было известно и правоохранителям. Но в большинстве случаев они не лезли под горячую руку. Самая известная потасовка случилась в 1991 году, когда банда Исаева напала на группу чеченцев, которые ужинали в известном московском ресторане. Тогда трое гостей заведения были убиты. Факт номер семь В конце восьмидесятых Распись сближается с япончиком. Последнему нравилась строптивость и беспринципность росписного. А еще в его неуенной ненависти к неславянцам. Факт номер восемь В 1988 году началась война между славянскими и кавказскими преступными группировками. Ярыми бойцами от славянских бандформирований становятся воры в законе Япончик, Шурик Захар, и Распись. Факт номер девять. За время борьбы с кавказцами и чеченцами на Расписного было совершено более десяти нападений. Три из них едва не закончились летальным исходом. Факт номер десять Со времен Исаева пошла традиция приходить на стрелку вооруженным без зубов. Каждая разборка с конкурентами обязательно заканчивалась перестрелкой с кучей трупов по ее окончанию. Такой формат переняли группировки в других регионах. Факт номер одиннадцать Исаева недолюбливала большое количество авторитетов. Многие из них предприняли попытку его убить. Для ликвидации неуловимого Расписного привлекали профессионалов, в частности Лешу-солдата. Тогда киллер прострелила ему печень, но убить законника так и не удалось. В Расписного стреляли, его подрывали, но всякий раз жертвой становился кто угодно, даже дети, но не Андрей Исаев. Однажды Леша-солдат признался, что дважды пытался убить Распись, но так и не смог. Факт номер двенадцать Однажды чеченские бандиты заминировали машину Расписного. Тогда погиб телохранитель муфиазии. После того случая Распись долгое время скрывался от преследователей. Факт номер тринадцать В 1995 году в СМИ появилась заметка, что вор Распись убит вместе со своей подругой. Но как оказалось, у убитого были такие же татуировки, как у Исаева, а лицо изувечено. Правоохранители решили, что труп принадлежит Расписи. Сам же Исаев, узнав о такой оплошности милиционеров, разозлился. Он даже звонил в редакции газет, чтобы развеять миф о его убийстве. Факт номер четырнадцать В 1996 году у Расписи возник мощный конфликт с чеченскими авторитетами. Исаев грозился сжить их из Москвы, а потом и из России. Последним слово было за чеченцами, которые пригрозили Расписи смертью. Факт номер пятнадцать Исаев был убит в 1997 году. На тот момент он находился с деловым визитом в Польше городе Познань. Установить причину расправы и личность заказчика так и не удалось. Киллера поймали, но он не выдал своего начальника. По одной из версий, Расписного перепутали с другим местным авторитетом Рапсоном, на которого велась охота. Факт номер шестнадцать Существует еще одна версия убийства Андрея Исаева. По ней Расписного убрали из мести потомки предводителя чеченской группировки султана Дудова, султан Балашихинский, которого убили славянские ликвидаторы еще в 1994 году. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.